У меня 9 страниц текста. Этот текст еще пока никто не видел, кроме власти. Власть шокирована, потому что они поняли, что здесь они пробрались, забрались. Они получили, да, вот это письмо? Получили, молчат, в оцепенении сидят. А вы первые, и наши телезрители сейчас, телезрители этого эфира, первые, кто видят этот документ в переводе на украинский язык. Мы его приводили вчера на компьютере, в срочном порядке. Наша международная служба сейчас делает какие-то технические правки. Ну, компьютер может где-то чуть-чуть ошибаться, да, трактовать по-своему. Где-то, ну, сегодня мы не успеем еще выставить на публичный просмотр, наверное, в понедельник. Ну, вот да, я вижу здесь постатейно, вот в письме. По статейно они, ну, смотрите, если там есть статьи, где работодатель будет иметь право передавать наемного работника от одного работника к другому, неограниченного времени и территории. От одного работодателя к другому работодателю? Да, как крепостное право. Да ладно. Было такое до 1861-го года. Да ладно, все так прописано, что ли, в трудовом кодексе? Да, ну, там, 861-й год не вспоминается, там написано, что работодатель в случае необхидности, необходимости, будет иметь право передать работника, там, если работника, то можно целый коллектив, работников всего там предприятия или комбината, передать другую область, неограниченного во времени, неограниченного территориально. Но есть еще там статья 67. Ничего себе, нужно почитать этот проект, а то много чего для себя откроем. Мила, есть 67-я статья, на которую они посылаются, они говорят, ну, вот Волонец не точен, неправильно говорит, потому что там есть ограничения тремя месяцами и согласия работника. Но это одна статья. А в другой статье, в другой статье, 92-й, написано, что нет никакого ограничения во времени, просто передается и все. Ну, тут путают людей. Вот сейчас вот будет Денисово, председатель комитета социальной политики или лидер старых карманных профсоюзов, они будут говорить, если меня вот здесь не будут сидеть на моем месте, они будут посылаться на 67-ю статью, что там ограничение тремя месяца, а я говорю о 92-й статье. Смотрите, что очень чрезвычайно неудобно для рабочих, для наемных людей наемного труда, короткие контракты. Там можно эти контракты на один год заключать. На полгода, даже на один месяц. Вот работодатель на ксероксе напечатает бумажки. И для того, чтобы сохранить за собой рабочее место, рабочий будет бежать каждый месяц, подписывать контракт на один месяц. Ну вот написано, статья 58-я, да, установлено неудобного фитнеса на вызначенный строк, да? Да, 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 58-я статья. Хорошо, что вы обратились. Вы видите, Международная конфедерация профсоюза на нескольких страницах расписывает, что это недопустимо. Что тогда ломается вся система коллективных договоров и соглашений. То есть коллективной защиты. Ломается система бессрочного договора, когда вы принимаетесь на работу. Ну там есть другие статьи, где работодатель на свое усмотрение может увольнять работника, если он считает, что низкая квалификация, без всякого предупреждения, без всякого наказания. Вот сегодня в голову что-то стукнуло, услышал, что там... Статья 92-я, вот, например. Иду по вашему письму, то, о чем вы говорите. Да, 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 да. Есть там тоже в этой 92-й статье об этом говорится, да. И 12-я статья проекта. Там предусматривается, что работодатель будет регулировать социально-трудовые отношения путем издания внутренних нормативных актов. А он будет согласовывать, если там нет профсоюза, то будет согласовывать свои нормативные акты с представителем трудового коллектива, которого сам будет назначать. А если есть профсоюз, то он будет, возможно, согласовывать с представителем совместного представительского органа профсоюза. Если такой орган не создан, то он будет на свое усмотрение работать с самым крупным профсоюзом. Самый крупный профсоюз – это старый карманный профсоюз. Официальный профсоюз. Да. И поэтому сейчас в Казахстане пересажали в тюрьмы лидеров независимых профсоюзов. Ну, в начале Жанна Азена расстреляли рабочих, которые 6 месяцев бастовали, которым не платили зарплату. Их просто цинично расстреляли, показали всей стране. И весь мир это видел. Расстреляли людей там несколько десятков, а остальных посадили в тюрьмы. Так? Расправились. А потом расправились над независимым профсоюзом и посадили в тюрьмы. То же самое происходит в Беларуси. У нас просто тотально катком давят на независимые профсоюзи. Слушайте, а вот прямо сразу, ну не могу уже, давайте все-таки. Статья 94. Розервание трудового договора за инициативой работодавца у связи с незъявлением працовника на работу внаслідок тимчасовой непроцездатности. Статья 94 дозволяє припинити трудові відносини на підставі відсутності на работу більше 4 месяцев поспіль. Тобто, что это означает? Ну ясно. Находиться на территории подконтрольной украинской власти. Поехал туда, там лежачая мать. За ней надо присматривать. И сюда не привезеш лежачого человека, или кто его будет лечить, надо там посидеть. Все, ты отсутствовал, там есть другая статья, потому что здесь в случае болезни, да? А тут есть? Там есть другая статья, что если человек отсутствует там определенное время на работе, то его можно уволить и разорвать отношения. Или человек поехал проведать опять родителей на оккупированную территорию, его сбросили в камеру. В конце концов, его там обменяли на кого-то, он прибыл там через несколько месяцев, он уже уволен и не имеет права восстановиться. Когда? В условиях фосмажорных, и вот здесь Международная конфедерация профсоюза, они обратили внимание на такие вещи. Мы не обращаем внимания, что у нас война, и наша власть не обращает, и что здесь живут люди в условиях войны и таких фосмажорных условиях. А Международная конфедерация профсоюза обращает внимание, Международная организация труда. Нам говорили, что Международная организация труда не возьмет к учету и рассмотрению жалобу Конфедерации свободных профсоюзов, которую я возглавляю, потому что поддерживают проект трудового кодекса работодатели, органы власти и старые профсоюзы. То есть три стороны поддерживают, и вдруг находится часть одной из сторон профсоюзов, это наша конфедерация, которая критично относится к проекту трудового кодекса. И Международная организация труда не поняли, поэтому такие встречи на высоких уровнях меня происходят, нас слышат и реагируют.